В принципе, для большинства родителей, а может быть для доброй половины, сценарии не поменяются. Мы содержим своих детей так и так, пока они учатся в вузах, и нас, родители, в какой-то степени содержали. А дальше многое, наверное, зависит от культуры воспитания. Уже многие в университете начинали работать, помогать родителям. Мне кажется, что нужно, потому что у студентов не всегда бывает время заработать себе на обучение, на проживание. И нужно больше сконцентрироваться именно на учебе, нежели на выживании. Я не согласна. Пусть решают сами и дети, и родители. Кто может, тот поможет. Кто не может, сами родители и дети. Пусть мы помогаем, хорошо помогаем. У меня сестры потеряли рано своего папу, и они первое образование на свое получали элементы. Это очень их сильно поддерживало. Они получали еще плюсы в социальную стипендию, и это им дало полноценную возможность до конца доучиться, получить красные дипломы. Это должно быть, наверное, в добровольном порядке. У меня сын сам в Санкт-Петербурге учится на платном. За обучение плачу. За то, что живет на съемной квартире, тоже оплачиваем. Мама с папой. В советское время наши же родители приводили пример, что дети старались уже в таком сознательном возрасте помогать родителям и зарабатывать какие-то средства себе. То есть на карманные хотя бы расходы. Да, разговор о том, что содержать, обучать, я думаю, конечно, родители должны. Но насколько это принуждать через законодательство, вопрос спорный. Продолжение следует...